Привет, друзья! Brabus снова удивил поклонников тюнинга, представив на мировой арене впечатляющий проект Brabus 700 Blue Sky – уникальную интерпретацию роскошного британского внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Новый проект сохранил элегантность и классический шарм Cullinan, получив при этом агрессивные и динамические акценты, такие как новая решетка радиатора, мощные воздухозаборники с декоративной сеткой и горизонтальной формой светодиодное ДХО. На боках автомобиля расположен широкоформатный карбоновый комплект White Star, придающий автомобилю более массивный и угрожающий вид. Завершают образ специальные 24-дюймовые диски Brabus Monoblock M Platinum Edition. Задняя часть проекта впечатляет своей агрессией и спортивными акцентами. Массивный спойлер, уникальный бампер с диффузором и спортивная выхлопная система придают этому ультрароскошному внедорожнику аэродинамическую эффективность и ощущение готовности к высокой скорости. Вся карбоновая отделка от переднего сплитера до деталей на капоте подчеркивает эксклюзивность и стремительность автомобиля, внося элементы агрессии в его внешний облик. Если заглянуть внутрь, становится очевидно, что это не просто доработанный Калинан. Brabus трепетом и вниманием поработал над интерьером, сохранив характерные черты Rolls-Royce, но добавив в них свои фирменные элементы. Центральным цветом салона стал небесно-голубой оттенок, что делает интерьер светлым и вдохновляющим. Кожа с эксклюзивным узором от Brabus, многочисленные логотипы и карбоновые вставки создают ощущение эксклюзивности и высокого уровня детализации. Отдельного внимания заслуживает потолок с эффектом звездного неба. Выполненный по индивидуальной технологии, он напоминает традиции Rolls-Royce, но в стиле Brabus. Сердцем нового проекта является переработанный V12 объемом 6,75 литра с двойным турбонаддувом, выдающим мощность в 700 л.с. и 950 ньютон-метров крутящего момента. С такими характеристиками новинка разгоняется до 100 всего за 5 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне в 250 км в час. Стоимость такого уникального автомобиля начинается с отметки в 753 400 евро, что как бы неудивительно, учитывая, что это Rolls-Royce, да еще и в исполнении от Brabus. Audi, известный производитель автомобилей премиум-класса, готовится к значительным изменениям в своей линейке моделей. В марте генеральный директор компании Маркус Дюсман объявила новой стратегии именования, которая предполагает четкое разделение бензиновых и электрических моделей. Этот шаг – важная часть стратегии Audi по усилению позиций в мире электромобилей и достижению устойчивого развития. Теперь поклонники марки ожидают, что модельный ряд станет не только более логичным, но и получит больше вариативности с учетом как традиционных, так и инновационных решений. В рамках новой стратегии бензиновая версия А4 теперь будет носить имя А5, освобождая место для будущего полностью электрического А4 и трон. Похожий подход используется и с электрическим А6 и трон. Когда эта модель выйдет, ее бензиновый предшественник будет заменен на новый А7. По сути, это означает, что классические обозначения сохранятся для электромобилей, тогда как бензиновые модели будут получать новое название. Это изменение имеет далеко идущие последствия. Во-первых, такая структура позволяет клиентам лучше ориентироваться в предложениях Audi, где каждая цифра в названии указывает на топливный тип и продвинутые технологии. Во-вторых, новый подход демонстрирует переход компании к более экологической линейке, в которой электромобили становятся центральным элементом. Audi подтвердила, что новая А7 будет представлена в начале следующего года, и ожидания уже достаточно высоки. Уже есть шпионские снимки новой модели, прототип был замаскирован, но, судя по кузову, автомобиль выглядит как седан. Это породило слухи о том, что Audi, возможно, откажется от версии Sportback в пользу классического седана. Однако нельзя исключать, что компания предложит обе версии кузова – и Sportback, и седан, чтобы угодить предпочтениям клиентов на разных рынках. Для Audi Sportback уже стал символом стиля, удобства и практичности, особенно среди премиальных клиентов, ценящих как дизайн, так и функциональность. Возможно, компания все же решит сохранить эту модель на некоторых рынках. Стоит отметить, что Audi уже выпускает A7 в кузове седан в длиннобазном исполнении для китайского рынка, где модель пользуется популярностью. В Китае эта модель базируется на удлиненной версии платформы и представлена в классическом кузове седан, тогда как традиционный силуэт Sportback остается доступным для другой версии. Это адаптация под вкусы китайских покупателей, и хороший пример гибкости Audi и ее способности приспосабливаться к различным требованиям на глобальном уровне. Китайский рынок – один из крупнейших и самых быстрорастущих в мире, и Audi не могла не учесть его важности. Учитывая успех длиннобазной A7 в Китае, можно предположить, что аналогичный подход может быть применен и на глобальном уровне, особенно если спрос на традиционные кузовы останется высоким. Нововведения в линейке Audi затронут и другие модели. Audi уже представила новое поколение А5, в котором есть кузов универсал, а в скором времени аналогичный кузов получит и А7. По предварительной информации, будут доступны универсалы А7 Avant, а также спортивная версия RS7 Avant. Это необычное решение для спортивной модели, но оно стало визитной карточкой самой компании. Перед тем, как представить новую А7, Audi планирует выпуск обновленной версии Q5 Sportback, которая будет показана уже в этом месяце. Изменения стратегии именования – это часть общего плана Audi по интеграции электрических моделей в свой модельный ряд и переходу к устойчивому будущему. Современные модели компании демонстрируют ее стремление к развитию и адаптации к новым требованиям рынка, где электромобили занимают все более значительное место, так что придется с этим как-то мириться. Для автолюбителей эти изменения означают больше вариантов выбора. Audi стремится удовлетворить потребности каждого клиента, будь то любители классических седанов или ценители инновационных электрокаров. Новая стратегия обещает, что будущие модели Audi будут соответствовать высоким стандартам качества и новаторства, которые являются визитной карточкой этого бренда. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok